Всех приветствую на своем канале. Сегодня я получила внезапную, нежданную посылочку от моей подписчицы Натальи из города Кимры. Привет тебе и огромное спасибо. Мне очень приятно, когда ты написала в личку, я в одноклассниках, я еще тогда к отцу деревни была, приехала, увидела сообщение, там буквально два дня уже там прошло. В общем, ну, было приятно и неожиданно получить это сообщение, о том, что ты хочешь что-то мне послать. Ей еще более приятно получить. Сегодня забрала эту посылочку с почты. Почта, на удивление, в этот раз мне доставила эту уведомлявку заранее, я там бегала по городу по делам и забежала уже прямо с бумажкой. В общем, забрала в начале посылки, открывала коробочку, там такой конвертик. На конвертике ничего нет, но конвертик закрытый. И в конвертике письмо с чудесным круглобуквенным таким почерком. Я не буду показывать само письмо, потому что все-таки это, хоть там ничего особо такого личного нет, но это все-таки переписка, да, это часть какая-то, часть посылки, часть таинства немножко личная. В общем, чудное такое письмо с перечислением, что тут такое. И вот я уже вскрыла эту посылку, частично посмотрела, частично буду прямо перед вами распаковывать. Чудный золотой блокнотик. Мне как раз вот на самом деле, вот мне вот действительно нужно, у меня есть два ежедневника. Есть маленький блокнотик от Натальи, есть из Германии. Кстати, если ты вдруг увидишь это видео, то привет тебе. И мне все равно периодически нужно что-то куда-то писать. Один блокнотик, я стабильно пытаюсь эти блокнотики как-то один там, допустим, под какие-то, как вот там, чего где, глинухи делать, да, чтобы не забыть. Другой там под какую-нибудь траву, третий еще под что-то. Я пыталась блокнотик завести под японский. Вот. Я так, у меня не дошли руки купить эту книжечку. Не книжечку, но вообще что-то такое. Вот рука, тетрадочку там сделать что-то, альбомчик я даже думала, от руки там, да, вот эту клинопись их кисточкой делать. Но в результате у меня так, то ли я лень, то ли у меня еще что-то. В общем, у меня так руки не дошли. И, на мое счастье, у меня теперь есть золотенький блокнотик с позолоченной такой вот этой корочкой, с желтой резиночкой и даже с желтой закладочкой. В общем, он мне очень нравится. Он в клеточку. И я теперь знаю, куда я буду записывать от руки свои буковки, которые я все никак не изучаю. У меня до сих пор так и висит, по-моему, кажется, 5, что ли, гласных несколько. Ну, в общем, наверное, 6 или 7 иероглифов. У меня просто что-то как-то руки не доходили. Но я завтра собираюсь в деревню поехать на пару дней. Буквально, действительно, ну, на 2 суток у меня получается, так как по семейному овцу ездить, что там дольше не получится. И вообще. Но я надеюсь, что потом у меня все-таки получится подольше съездить. И, в общем, я как раз хочу взять с собой тетрадочку с грамматикой, точнее с грамматикой этой с хироганой и катаганой. И вот этот дельблокнотик теперь есть мне куда писать. Большое тебе спасибо, Наталья. Так, еще тут у меня такая чудная коробочка. Ой, я так люблю всякие чудные коробочки. Я же скопидамок. Так, и тут у нас зеркальце. А еще подвесочка. В общем, такая прикольная лошадка со стразиками. На цепочечке. Я думаю, ее можно вот сейчас одеть прямо. Пусть она на мне висит и радует глаз. И вот здесь вот, я уже почти его достала. В общем, вот в этой коробочке. Очень классное под золото. Такое шикарное зеркальце с таким узорчиком. Тут листики. Какая-то это ветка винограда. Ой, оно так открывается. Очень классное вообще. Мне нравится. У меня как раз в сумке мое, не знаю, сколько ему лет, 15, наверное, но немножко обдолбалось. Но вот просто, чтобы куда-то поехать, допустим, и взять с собой. Так вот, а? А у меня, смотрите, какое зеркальце. Я в него сейчас смотрюсь и смолюсь. У меня рот до ушей. Почему оно мне очень нравится? Спасибо огромное. Так, сейчас я буду распаковывать. Тут у меня пакетик. Так, с митикой. Пакетик. Так. Это у нас новинка Невея. Освежающая мицеллярная вода 3 в 1. Никогда не пробовала что-то от Невея. Я не знаю, может, у меня мыло, конечно, было, или какой-нибудь гель. Возможно, Аленка мне что-то дарила от Невея и какие-нибудь гели. Я просто не помню. Кажется, дарила. Но вот именно вот косметику так вот, мицеллярку там или еще что-то, я как-то никогда... Руки у меня не доходили. Вот теперь попробую. Большое спасибо за возможность попробовать. 200 мл освежающая вода. Мицеллярная вода для нормальной комбинированной кожи. Самое то. Удаляет макияж с лица и глаз. Глубоко очищает, увлажняет. Так. Ухаживает, увлажняет, освежает. Витамин Е. Большое спасибо. В общем, она у меня пока пойдет в запасики, потому что сейчас я пользуюсь Аленкиным тоником. Вот этим вот. И он у меня пока есть. Ну, я любопытная. Я, может быть, сегодня тоже вскрою и попробую. Обязательно. Так. Тут у нас... О, я так подозреваю, что это та самая солька. Прямо как леденец на палочке. Шипучая солька для ванн. Как я поняла, есть письма. Наверное, это все-таки она. У нас буквально 27-го отрубают воду горячую. И дадут ее только 10 июля. Я уже думала, что у нас ее не отрубят, потому что обычно или в начале лета, или в конце мая отрубали. А тут несчастье такое прям. Я вчера увидела это объявление, так расстроилась. Вчера ванну сразу с пеной себе сварганила. Сегодня, возможно, это попробую, потому что завтра у меня автобус вечерний. Он такой, ну, мягко говоря, называется просто вечерний. Без 10-5 вечера я отбываю. Вот так-то мне пораньше, конечно, надо будет на автовокзале быть в деревню. И, соответственно, в деревне там уже мне не принять ванну. А когда вернусь, у нас до 10 июля вот только холодная водичка, придется гореть. И с кружечки, и с кружечки советский, блин, союз. Так, крем для рук. Силки джуз. Скин джуз. В общем, так. Сок для кожи. Смягчает и разглаживает кожу. Восстанавливает оптимальный баланс влаги в коже. В общем, бла-бла-бла-бла. На самом деле я очень хотела от кого-нибудь из вас получить крем. Потому что я очень рада. Я так и думала, что мне кто-нибудь пошлет крем для рук. У меня, на самом деле, конечно, еще есть остатки белороскоши. Вот этот из Белоруссии, но он у меня стоит исключительно дома. Гринмаморский маленький. У меня стоит в деревне, но он уже заканчивается. В сумке у меня таскается крем для рук Ифрашевский. Два в одном. Крем для рук и ногтей. Но я хотела какой-нибудь еще крем, потому что один заканчивается. И все равно я думала и Фрашевский оставить в деревне, а какой-то таскать в сумочке. Я очень рада и мне очень-очень приятно. И спасибо большое. Я его буду пробовать сегодня даже. 70 миллилитров. Я его даже сейчас попробую. Что-то так вкусно пахнет. Меня, конечно, много выдавило. Но зато вы увидите. Даже протестирую. В общем, он пахнет какими-то вкусными конфетками. Учитывая, что меня тут на днях, когда последний раз была у Женьки, мой любимый котик, который тоже меня любит, пушок ее рыженький, как-то усилен. Ну, я пила чай у Женьки. Я пыталась его спустить, потому что он постоянно, когда кушаешь, он морду сует тебе не то чтобы в тебя, а вот в тарелку, в чашку. Куда я его пытаюсь спустить, обычно он сразу спускается, он так раз и на меня, раз и на меня, а тут прям на руке повис. И вот теперь у меня лапка увлажненная и заживет быстрее. Большое спасибо. В общем, я очень довольна. Так, еще у нас тут магнитик Кимры, Кимрский мост. На самом деле мы были с Машкой в Тверской области, в Твери и Торжке, но больше никуда не получилось доехать. И я надеюсь, что когда-нибудь у меня еще раз получится доехать до Тверской области и погулять там. Так, и что у нас еще? Крем. А, вот это соль. Так, а это тогда что? В общем, я надеюсь, Наталья меня простит, если я такая лапушка, не так поняла, что это. Но тут соль даван, я так поняла, что все-таки это шипучая соль. Что надо дались в письмо? Мне кажется, что это шипучая соль. А соль даван, я, кстати, такую фирму ни разу не видела. Тоже скин джуз. А, ну это, наверное, серия так называется или сама фирма? Ну что, соль даван, да. Там такие конфетки нарисованы. Ой, она запакована, ее не понюхаешь. Ну ладно, я потом ее вскрою когда-нибудь и понюхаю обязательно. Перед тем, как сувать в ванну. Так, что у нас? Один пакетик, второй пакетик. Шикарная ракушка, слушай, такая классная. Сейчас я достану. Ракушка. Огромная ракушка. Красивая. Я даже сейчас ее не буду распаковывать. Но такая сама по себе красивая. Думаю, через голубой пакетик это видно. Тут такие ниточки прикольные. Это, насколько я помню, свечка. Ой, долго она у меня будет гореть. Правда, свечки я в последнее время использую в основном по назначению, когда у нас вырубают свет. Но сейчас, в принципе, светлеет рано и темнеет поздно. Поэтому свечки не нужны. Но даже, может, просто так как-нибудь пожгу, красоты ради. Так, и последний у нас пакетик. Насколько мне известно, там что-то сладкое и переводное. И, по-моему, мне впервые в жизни такое дарят. Обычно я только видела такое. Или родня друг другу дарила. Слушайте, такая шикарная чашка. Так, сейчас мы это откроем. Офигенские. Да-да, конечно, она постоит немножко. Тут у нас конфетки. Цветочки. И это все в чашке. Это такой цвет классный. Я такой цвет тоже люблю. Ой, как бы так показалось, чтобы она не упала. Тут у нас три красные розочки и две белых розочки. Супер вообще. Я очень довольна. Вообще, на самом деле, у меня родняк периодически мне цветы дарит. Ну, там, на день рождения, на 8 марта, да. Но никогда вот так не дарили с конфетами. Мне вообще-то всегда так хотелось. Ну, а самой покупать, самой себе, это как-то, ну, уж не знаю. А тут мечта идиота просто. И крем, я очень хотела крем получить от кого-нибудь из вас. Ну, я имею в виду вообще, вот из тех, кто мне людей посылали посылки. Я так думаю, ну, крем вот. Хочу крем, хочу крем. Вот крем. Я очень довольна. Спасибо большое, Наташа. И за письмо, и за посылку, и за внезапное вот это желание послать мне что-то приятное такое-то очень классное. Вот тут, иди сюда, покажись народу. И лошадка. Вообще, я лошадок люблю. Правда, когда однажды меня в детстве, мы в Питере с мамой и ее подругой были, я была такая мелкая, меня на пони сажают. А пони меня как-то не хочет на себе иметь, я как-то пони боюсь. У меня мужик тогда, который сажал, говорит, как же вы на велике ездите? Я говорю, ну велик, он же не лошадь, он же не прыгается. У меня где-то, у меня даже маленькая статуэтка где-то есть, такая белая лошадка, и на ней сидит какой-то ангел или что-то в этом роде. В общем, я очень рада и довольна, я думаю, что, я надеюсь, что вам моя энергия положительно передалась, и желаю вам всем приятного настроения, солнечных таких дней. Ну, у нас, в принципе, сегодня и солнышко в основном, ну, даже жара. И спасибо большое, если досмотрели до конца, ну и вообще, я всем очень рада, и спасибо огромное, Наташа, за посылку, за чудную, и за магнитик. У меня теперь новый магнитик на холодильнике с Новым Гордом, правда, я в нем еще не была, но я надеюсь побывать. Большое спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока!